доброго времени сутку уважаемые зрители сегодня мы находимся в студии аналитики уважаемые коллеги давайте начнем с того то что как вы думаете будет матч интерес и почему же но я думаю матч будет интересным потому что ну а в том играли недавно со спартаком которые лидеры сейчас и они сыграли в основное время в ничью и потом все решалось по булитам ну то есть автомобилист он может дать бой а у них очень хорошие позиционные атаки они играют от ну на контратаках и контратаки у них очень опасно поэтому я думаю что йокерту в особенности защитником надо смотреть за тимой потому что это опасный нападающий но как же экофа любит мне кажется играть одно и у него это в принципе хорошо получается ну да согласен и к фото же надо будет опасаться но я думаю что скорее всего в этом матче все-таки йокерет выиграет но с минимальным отрывом то есть в одну шайбу там где-то вот так ну хорошо елен что ты думаешь ну не знаю мне кажется йокерет у него и игроки будут посильнее мне кажется сегодня автомобилист без шансов на кажется не йокерет прям должен уверенно забирать себе по обеду думаю в 3-4 шайбу будет разрыв окей но я знаешь каким мнением я скажу так то что автомобилист точно даст бой но мне кажется игру заберет йокерет ну с минимальным счетом в одну-две шайбы автомобилист автомобилист очень опасен они считаются как ну типа извините меня ложки но они очень опасны то в том же матче с салаватым и лайвом они дотерпели до дополнительного времени дотерпели до буллитов а на буллитах они выиграли уфимскую команду и со спартаком они довели дел они сделали камбэк и довели дело до овертаймов но к сожалению им немного не хватило немного не повезло и они к сожалению проиграли ну ладно давайте перейдем к другой теме такой скандальной ребят теме а сейчас дисквалификация топчика как что вы скажете по этому поводу но как по мне вообще ну доигрался все ну а чё еще можно сказать ребят давайте поставим ставки я делаю ставку на то что я кирит победит за счетом 64 ваше мнение мне кажется все таки будет победа я киртос счетом 43 в основной или дополнительный мне кажется будет в основном ребята мы переносимся на матч мать будет как мне кажется очень интересно и ну давайте перейдем туда до итак дорогие друзья мы переносимся на матч и сегодня у нас действительно тоже интересный матч и сегодня у нас йокерит против спартак автомобилистов извиняюсь и сегодня будет интересный матч потому что автомобилисты показывают со своим новым составом какую-то невероятную игру обыграли своего от юлаев обыграли спартак и как бы сейчас мы посмотрим что они покажут против йокерита и сегодня у нас действительно так сегодня у нас давайте посмотрим по составу значит хард у нас сегодня играть на воротах дальше михаил два но это я не знаю кто и не знаю где он играть скорее всего у нас будет экофан будет играть нападение хермес сегодня будет отыгрывать защите ну и тима в атакующего ассистента а также у нас в йокерите у нас холл будет видать нападающим моки пока на скамейке дро 9 защите и микки ло в ассистенте на ассистенте и вратарь у нас и вера фан ну чтож мы как мы видим что-то здесь решается убирается вот это сейчас надо убрать сейчас я спасу их немножечко все спас и теперь начинается игра что же всем командам удачи так сейчас мы чуть-чуть уменьшим чат потому что он немного мешает и да прекрасно и так начинается вбрасывание что ж брасывание на половине сейчас заканчивается ульяка фана образца на очень очень опасно сейчас атака была трека фана пытается проводить тима снова так продолжается тима пытается в соло провести проводит и удар нет не забивает афира фан это очень хороший вратарь и запить ему так просто не получится ну что ж холл пытается пройти вперед тут он будет наносить удар по верху пытался пробить но в штангу попадают и микки уходит к сожалению тут но пока что вот пока что автомобилисты это все так сказать защищают но сейчас мы посмотрим как они будут работать дальше тима пытается здесь пройти находит повод для удара и его блокируют и хермес пытается тут накинуть на тиму тима не получает пас но тима продолжает здесь вестись пытается провестись но у него это не получается здесь очень хорошо работают защитники йокерит и так дальше у нас тима пытается провести здесь пас на и кафану и кафан закрыт и проходит все равно этого защитника и кафан дает на Тиму. Тима пытается ударить. Не получается у нее это сделать. И пока что защищается Йокерит. Очень хорошо. Ну что ж, Экофан пытается тут как-то поиграть. Ну и как мы видим, сейчас автомобилисты носят очень уверенные атаки. Пока что автомобилисты ведут даже, скорее всего, по атакам. Потому что вроде как у Йокерита это только одна атака. А у автомобилистов уже больше трех. Ну и это очень интересно. Тима пытается накинуть на Экофана. Дро 9. Отскоком от борта. Экофан проводит вперед. Будет здесь наверное посылать на Тиму. Нет, не будет скидывать на Тиму. Тима пытается отскока попасть. Но не получается у нее это сделать. И пока что, пока что. Все. Все как-то ровно. Даже скорее, я бы сказал, все хорошо для автомобилистов. Автомобилисты даже себя показывают лучше, чем Йокерит. И сейчас у нас немножечко лагает. Надеюсь, у меня не тропнется стрим. Все, у меня не тропнулся стрим. Но Экофан пытается пройти. Опять же таки, получает шайбу. Пытается ударить. У него этого не получалось. Но тут мог быть гол. Ну-ка. Нет. Не будут просить Вар. Хорошо. Нету гола. И в принципе, это как по мне был гол. Но если Вар не запросили, значит гола не посчитали. Нужно проверять. И вообще подумали, что он как бы не защитен. Ну что ж, Экофан отбирает сейчас шайбу. Тима пытается провестись. Дает пас на Экофан. Экофан тем временем навешивает на Вирофана. Не получается у него забить. Еще один удар. Но это в штангу летит. И Хоул подбирает здесь мяч. Мяч. Ой, тихо. Извиняюсь. Шайбу. Шайба сейчас у команды Йокерит. Но вот тут могли забить сейчас в борт. Но не получилось. Ой, ой, ой. Экофан выводит на центр. И ровным ударом прямо в 9 в левый верхний угол забивает эту шайбу. 1-0 для автомобилистов. Кстати говоря, да, я сегодня играю без счета, потому что у меня кое-какие проблемы. К сожалению, сегодня будем без графики играть. Да. Но будем ориентироваться по правому счету. Надеюсь, он нормально виден. Нет, сейчас его чуть-чуть подвину. Все. Все. Очень хорошо. И, как мы видим, ой, ой, ой. Я пропустил здесь атаку, но Тима не смог нанести удар. Замешкался. И не, просто не сумел здесь справиться с этим пасом. Экофан пытается еще один удар навести. Здесь очень сильный удар для Экофана. Еще один удар. Боже мой. Вера Фан уже терпит, как будто все удары. И не получается пока как-то вывести защиту. Вот здесь ошибка. Отскоком от ворот не мог просто вывести. Ну, здесь хитбокса, видимо, не знает. И, боже мой, что происходит? Сейчас Тима пытается ударить. Не получается у него это сделать. И снова удар. Не получается пока что забить. Хорошо стоит Седдей, но пока не показывают себя игроки в поле Йокерит. Вот тут сейчас Моки, ой, Холл, точнее, может пробить. Харт стоит. Пока что отбивает эту серию ударов. И все хорошо. Все пока что хорошо для Йокерит. Йокерит выводится, Моки дает на Тиму, но тут дает на Моки, но там Тим, ой, Моки дает на Холла, но там Тима стоит в защите и блокирует этот пас. И пока у нас тут не разбериха на половине автомобилистов. Ну и сейчас пока расскажу что чего не хватает, как по мне. Значит, что не хватает Йокериту, это, как по мне, какой-то сложной атаки либо, либо, либо не хватает каких-то навыков в защите, опыта, возможно, в защите. И они не очень играют в защите, они пропускают очень много, не могут вывести шайбу долго, либо если они ее выводят, то автомобилисты сразу подбирают эту шайбу и в принципе нет шансов для того, чтобы сделать какую-нибудь контратаку. И поэтому постоянно автомобилисты атакуют. Ну, а автомобилистов особо ошибок нет. Вот сейчас мы видим в защите они не очень отыгрывают, хотя и Йокерит пасуется сейчас очень хорошо, но пока я не замечаю прям таких каких-то вау моментов в атаке на стороне Йокерит. Ну, вот сейчас посмотрим, Эхкофан может здесь пройти, попробовать. Ой-ой-ой, уже 5 минут прошло, что-то это как-то быстро на самом деле. В последнее время я что-то даже не замечаю, как проходят периоды, потому что на самом деле очень мало подбирают, очень мало скидывают, очень мало каких-то спорных моментов и нарушений. Поэтому, честно говоря, матчи какие-то становятся быстрыми. Но вот мы пока ждем перерыва. И пока что хочется сказать. Автомобилисты очень хорошо показывают в последнее время, и сейчас они действительно нашли какую-то тактику, с которой они могут выигрывать. И, как мы видим, очень хорошо сейчас им удается сделать, потому что пытаются просто все сделать. У них есть защита хорошая, то есть не сказал бы, что она прям лучшая, лучшая, но знаете, автомобилисты это одна из тех команд, у которых просто все хорошо. То есть, несмотря на то, что состав просто разорвался, состав фактически просто ушел в негодовании из-за той судейской ошибки, когда затянули матч. Несмотря на это, все равно находят повод для побед. Но, как мы видим, Тима... Ой-ой-ой-ой-ой, какая ошибка сейчас защиты, я даже это комментировать не стал, потому что, ну, там вдвоем крыли Тиму, вроде как отобрали, и дальше выбить не смогли. Это, честно говоря, очень сильная ошибка в атаке. Ну, и здесь Тима просто решал уже в угол забивать. Там было не так уж сложно. Здесь было опасный на самом деле момент. Там как будто был удар, но, возможно, не показалось. И Тима пытается сейчас тут снова пробить. Еще один удар. Будет ли третий? Третий будет, и в угол, и это 3-0 для автомобилистов. Кажется, наши господа аналитики чуть-чуть ошиблись, потому что, я помню, ставили на 6-4, 8-3, если мне изменяет память, и, в общем, средний счет, но все равно выигрывает Йокерет. Всегда ставили, но, как мы видим, автомобилист не хочет это доказывать, но тут посмотрите, контратака сразу после этого гола, и Йокерет забивает, и 3-1. Намерен, видимо, бороться все еще. Йокерет и очень хорошо, на самом деле, там сместился на фланг Моки, зашел за ворота и дал пас прямо в центр, прямо перед воротами на Холла, и Холл добивал просто там уже в угол. Ну что ж, Гермес пытается дать на Тиму 3-4-7, 4-9, Тима 3-4-7 пытается пройти, и тут, кстати, мог быть гол, но, посмотрите, еще один удар, но просто не могут вывести. Дро-9 кликает по этой шайбе, несчастный, ой-ой-ой, какой аккуратный гол, сейчас был в угол, забит, и 4-1, автомобилисты просто заново, так сказать, возвращают свое преимущество в три гола, и посмотрим, сможет ли Йокерет что-то сделать за менее уже чем два периода. Ну что ж, Йокерет выбрасывает на Моки, но тут подбирает Гермес, и посмотрите, как конгрессивно играет Спартак в защите, он не ждет, пока выйдут, допустим, Йокерет, он сразу идет на пас и перехватывает его, если идет какая-то контратака, и это очень хорошая тактика, как мы видим, она очень сильно работает, и, боже мой, на самом деле, я такого еще не видел, но это очень интересная тактика, как по мне, это дает сейчас победу, вот смотрите, видите, Моки стоит, по сути, на центре поля, туда стягивается Гермес, защитник основной, и просто забирает у него пасы, он постоянно забирает пасы, и просто показывает свою доминацию в, так сказать, в отборе, и он правильно делает, на самом деле, Моки пытается прорваться на Хоула, дать пас, но тут Макс Дэй, и дает все-таки на пас на Хоула, но Хоула не ударяет, Хермес тут сейвит, Тима будет выходить, дает по верхнему, просто ударяет, сейчас пытается снова забить, еще один удар, ой-ой-ой, еще, еще удары, боже мой, что сегодня происходит, еще удары навешивают, и это просто невообразимо, Тима что делает, через ворота забивают, гол, боже мой, что за гол, ой-ой-ой, это, конечно, было очень сильно, он провел невероятную серию ударов, потом просто взял, решил за воротами, отскоком на шайбу, и просто добивает в угол, это был, это, по мне, это лучший момент всего сезона, хотя я не видел все матчи, но из тех, что я видел, это лучший момент сезона, использовал, так сказать, тактику Салавата Юлаева, где они вот перекидывали как раз за воротами отскоком через борт задний, и в принципе, он усовершенствовал эту тактику, он решил в соло это все сделать, и у него это получилось, на самом деле, защита Йокери-то, я вот честно говорю, не хочу их ругать, но действительно, сегодня отыгрывают как-то ужасно, ну посмотрите, Тима просто проходит, два защитника стоят, он в соло проходит их двоих, и все, 6-1, 6-1, уже 6-1, он просто в соло проходит, Вирофан не может ничего сделать, ой-ой-ой, неужели это смена вратаря, и выход впервые Вирофана, Вирофан сегодня будет играть, видимо, на поле, это будет интересно, начинают судьи, ой-ой-ой, начинают судьи матч, похоже, ошибка, но, не знаю, хорошо, ладно, все, успели все сделать, вроде как, Моки пытается пройти здесь, не находит эту шайбу, и Дро-9 пытается подобрать, ой-ой-ой, борьба за шайбу, кто же выиграет, выигрывает Йокерит, Вирофан пытается смещаться на фланг, здесь будет удар, не получается у него ударить, и Дро-9 сейчас будет пытаться сейвить от удара Тима, еще один удар, будет, нет, не будет еще одного удара, и Моки пытается пройти, снова, но тут в контратаке уже ничего не получается, Тима наносит снова серию ударов, Хойл стоит на воротах, очень хорошо, и сейчас будет отбивать эту шайбу сет, посмотрите, просто Тиме дают очень много серии атак провести, он фактически даже, ему даже ассистенты не нужны, то есть он просто один проходит в атаку, и там просто наносит дичайшую серию ударов, очень сильно, очень сильно, и Тима пытается снова, как мы видим, ударяет, снова подбирает шайбу, и здесь в угол просто заводит уже Тима, скорее, ну, как заводит, он обводит двух защитников и забивает, сегодня Тима 3-4-7, это что-то, что-то с чем-то, это просто, либо Тима 3-4-7, такой жесткий, либо на самом деле сегодня защита Йокерита не в очень хорошей форме, но мы видели, как защита Йокерита отыгрывает хорошо и против Салавата, поэтому не будем их ругать, возможно, сегодня что-то не пошло, кто знает, но, как мы видим, двойной отскок, сейчас от ворота, Хойл сместился, подумал, что там отобьют шайбу, но тут просто Тима догоняет и убивает, это, что это происходит сейчас на наших экранах, я не знаю, Тима просто, по сути, в соло керит этот матч, просто заботится о своих косокомандниках, но тут шесть, эй, эй, тут пятеро на поле, четыре игрока на поле, здесь штраф должен, да, все, штраф дали, судьи молодцы, заметили, и тут, да, штраф все хорошо, с штрафом, сейчас будут, похоже, в меньшинстве отыгрывать автомобилисты, сейчас посмотрим, как, кстати, будет отыгрывать атака, сможет ли взять преимущество, забить хотя бы, может быть, один гол, после такого, но, и, говорят, посадите уже Тиму, он слишком бешеный, но, действительно, садят Тиму, посадили сейчас Тиму на скамейку штрафных, ой, на скамейку, да, на скамейку, где отбывают люди, которые нарушили, скажем так, но он не нарушил, но его отправили туда, за место кого-то, что ж, у нас сидят, фух, сейчас будет интересно, Йокерит будет доминировать, и до конца этого периода он должен забивать, либо у него, честно говоря, не остается практически шансов на то, чтобы отыграть этот матч, но тут 6 секунд, остается 5-4, 3-2, здесь Моки проходит, дает удар, не получается, и не успевает забить, но даже после времени, вот только сейчас забили, но 5-0-3, что ж, у нас счет 8-1, я думаю, что никто такого не ожидал, никто, это просто, ну, это что-то с чем-то, да, конечно, есть еще 14 секунд на первой минуте, ой, на третьем периоде есть еще 4 секунды, ой, 14 секунд, но я не думаю, что Йокерит сможет забить, возможно, если выйдут в четвером, но это опасно выходить в четвером и доминировать прям сильно-сильно, потому что в любом случае есть Гермес, посмотрите, что он делает, второй удар, третий удар, защитник наносит, четвертый удар пытался нанести, но здесь Верафан все-таки отбирает у него шайбу, пытается проводиться, но здесь как-то не сосредоточился, еще один удар, Хойл мог пропустить, но тут две штанги и пока все, так скажем, сходит с рук Йокериту и не наказывают за вот эти вот удары, но Моки проходит здесь на Верафана, но Верафан тут не подходит, не хватает у него все-таки опыта в поле, чтобы отыграть уверенного нападающего, который сможет такой пас, конечно, забить, но, к сожалению, да, Тима сразу уходит и подходит просто к воротам, стоит на том месте и наносит серию ударов, никто ему не мешает этого делать и 9-1 разгром сейчас пока что производят автомобилисты, есть у Йокерита 4 минуты 15 секунд, чтобы пытаться отыграть это преимущество, но мне кажется, что не получится, к сожалению. Моки пытается пройти, дает пас на Верафана, но не получается у него это делать. Тут защитники стоят очень хорошо и уже Тиму заменили, видимо, хватит, подумали, чуть-чуть расслабимся против Йокерита, автомобилист, пытается Хермес, и так, Хермес пытается пройти, дает, но тут опять двойная штанга и забирает сейчас холл перчаткой, у меня даже войск крак случился, но, к сожалению, что поделать, вот такие мы комментаторы, к сожалению. Ну что ж, у нас пытается забить, так, Йермиес пытается снова, снова и снова наносит серию ударов, не могут вообще абсолютно защитить, как будто не знают, что делать и не хватает опыта на защите в команде Йокерит, но кто знает. Верафан снова пытается промодить, но посмотрите, просто защитники уже выходят какой-то, не какой-то, точнее, извиняюсь, извините, пожалуйста, за такое, кто-то, так скажем, кто даже, ну, извините, я немножечко что-то переборщил, ладно, ничего страшного, то есть, получается, даже Михаил, который не опытен, не играл особо до этого в основе и вообще его не видел, он даже проходит и наносит удары спокойно, но тут все-таки в угол находят, где ударить, и 9-2, радуется Йокерит, забили второй, забили второй гол, это хорошо, и Экофан, похоже, хочет выйти, кто-то на скамейку отправляется, Тима выходит, а, Михаил, Макс Дэй и Тима сейчас в основе у нас, на поле играют, пытается, Михаил сейчас дать пас на Тиму, здесь не получается, Моки перехватывает, Моки пытается против Соло, тут Макс Дэй их страхует, но посмотрите, на самом деле в защите автомобилист очень хорошо играет, прошу заметить, вот Макс Дэй, к примеру, вот здесь Тима проводится, извиняюсь, пытается забить снова, но тут не получается, хочется отметить хорошую игру защитников, потому что, смотрите, ой-ой-ой, Тима опять в Соло проводится, так вот, хочется отметить хорошую игру защитников, потому что, как мы видели, Макс Дэй прочитал, что Моки, ой-ой-ой, какие опасные сейчас серии ударов опять, так вот, Макс Дэй прочитал, что Моки будет сейчас брать и просто от борта играть, и Макс Дэй просто фактически прижал его к борту, и там ничего не дал сделать, пытается тут добить, ой-ой-ой-ой-ой, Михаил пытался ударить снова, но у него этого не получилось, Моки дает пас сейчас, пытается удар 9 пройти, но тут опять на Михаила прям пас, но пока остается у Йокерита минута 30, чтобы забить 7 голов, и возможно вывести хотя бы на уиртайм, Вирфан очень хорошо сейчас сместился в атаку, дали ему хороший пас на пустой угол, но тут, к сожалению, быстро смещается, ну и все-таки угол находят, где забить, это 9-3, не будем еще все-еще говорить насчет Йокерит, выиграют они или нет, ой, проиграют они или нет, потому что, как мы видим, сейчас они, похоже, хоть что-то донашли, чтобы проходить, видим, Хермет сейчас ошибается, не смотрит, где у него сзади шайба, и пытался просто вслепую, так сказать, дать пас, но Тима все равно проходит в соло, здесь уже, конечно, в полную атаку выходит Йокерит, поэтому защитников нету, Моки стоит, ждет, пока ему дадут пас, но втроем в итоге защищаются сейчас провозиком, и смогли защититься, Верафан здесь должен выходить, проходит вперед, Михаил смещается по сути быстрее, но не подбирает здесь шайбу Верафан, промахивается по ней, Верафан будет проходиться в соло, пытается в угол забить, но не получается, но все-таки находит тут месть, и дро 9 забивает из дальнего 9-4, ну что ж, у нас, в принципе, сейчас все интересно, конечно, если автомобилисты заметят, что начинают проигрывать они, то они просто выпустят свой основной состав, и там будет потруднее Йокериту, но мы пока что смотрим, 5 голов еще нужно забить за 30 секунд, за 40 секунд, что почти, конечно же, невозможно, но, как мы видим, Эхофан уже проходит, атака для автомобилистов, ну и эту атаку допускать, конечно же, нельзя было, и Эхофан тут заводит отскоком снова от борта, второй отскок от борта, и тут просто с штрафной, с броска у ворот просто забивает в уголочек длинный гол, ну и 10-4, это, так сказать, контрольный удар по Йокериту, Йокерит, к сожалению, проиграл, очень мало шансов, что за 19 секунд они забьют 5 шайб, это надо очень постараться, насколько я помню, рекорд по именно серии забитых шайб, это за 11 секунд 3 шайбы, забил это, это было на Олимпиаде, и забил это Сэнд Штором, 4 секунды, 3, 2, 1, будет ли гол, не будет гола, и не успевает, к сожалению, уже автомобилисты нанести контрольный удар, который в итоге оканчивался голом, и, как мы видим, автомобилисты радуются, что они наконец-то смогли найти в себе силу, и с новым составом, который во время сезона надо было формировать, они выигрывают сейчас довольно сильные команды, это действительно сильно, ну, что сказать про Йокерит, честно говоря, сегодня что-то у них не пошло, сейчас мы как раз спросим, давайте начнем с есть ли микрофон у Макс Дэйс, сейчас надо тебе поинтересоваться, у Макс Дэя нету микрофона, к сожалению, так, сейчас мы посмотрим, кого тут можно найти, Тиму, давайте Тиму, да, он сегодня МВП игры все-таки, сейчас мы попросим интервью у Тимы, и позовем его в нашу зону, так, сейчас мы возьмем микрофон, так, так, сейчас мы ждем его захода, когда его перекинут, наши администраторы прекрасные, так, что там, ага, Тима, так, вы меня слышите, Тима? Да. Здравствуйте, значит, сейчас я вас погромче чуть-чуть сделаю, здравствуйте, поздравляю вас с победой, довольно-таки разгромная победа, и расскажите, пожалуйста, как у вас получалось просто в соло проходить всю защиту Йокерита и забивать серию удара? Ну, да, здравствуйте, вот, потому что победы, я, на самом деле, сам удивлен, вся команда тоже удивлена, как-то все само как-то получилось, и это описать нереально. То есть, сегодня ожидали проигрыш, да, сегодня? Да, и все, и на матч уже были готовы к проигранному матчу. Как вы думаете, что вот, что Йокериту не хватало в защите, потому что вы просто в соло на... Ну, скорее всего, с игранности. Вот так вот, да. Да, с игранностью. Хорошо. А скажите, пожалуйста, как вам пришло в голову забить от борта, сначала себе, самому, от борта накинуть шайбу, и потом забить в свободный угол? Как вам это пришло, идея вообще, в голову? Как-то спонтанно, сам даже был удивлен этому моменту. Кричал там себе, потому что как так-то я забил, ну, вообще, спасибо было. Понятно. Ну, сегодня, конечно, сильно. Так, что я скажу? Поздравляю вас еще раз с победой. Спасибо. Сегодня МВП матча, и, скорее всего, лучший момент сезона. Ну что ж, спасибо большое. До свидания, да? Спасибо. Так, значит, теперь мы попросим интервью сейчас у, наверное, Дур-9. Дур-9 есть микрофон? Да, микрофон Дур-9 имеет. Давайте послушаем Дур-9, он был главным в защите. Интервью. Так, сейчас мы его попросим. Надеюсь, он согласится. Да, вроде он согласился. Так, где он? Ага, здравствуйте. Так, вы меня слышите? Да, я его слышу. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, что сегодня не получилось? Я сожалею о поражении. Что сегодня не получилось в защите? Ну, в первых таймах полный провал в защите и с моей стороны, да, и со всей команды. Не понимали, что делать с нападающими и полностью провалились. Да, конечно, грустное поражение. Могли ли выигрывать, вот так скажем, при лучшей защите, если бы сыграли все-таки и знали, что вот делать против нападающего Тима 3-4-7? Могли бы, но после того, мы пропустили 8 мячей, мы полностью потеряли веру в победу и просто пошли в атаку. Да, я вас понимаю, вы там заменили уже за вратаря. Чья это была, так сказать, инициатива поменять Верафана на Хойла, на вратаря? Это была чисто инициатива Верафана. Угу. Ну, что ж, спасибо за интервью. Еще раз сожалею о победе. В принципе, меня больше спрашивать-то нечего, потому что, конечно, грустное поражение, но я надеюсь, что в следующих матчах вы себя покажете лучше и, может, победите. До свидания. До свидания. Так, ну что, значит, мы переносимся в аналитику. Сейчас мы, вроде она тут, да, сейчас все, значит, мы ждем, пока наши аналитики придут быстренько. Да, У нас нету кат. Хе-хе. Ну что ж, передаю слово. Так, сейчас Элленда появится тут. Мы ждем Элленда и... А, сейчас, дальше. В смысле? Что это? Так, значит, передаю слово аналитикам, прекрасным нашим аналитикам. Вперед. Добро пожаловать в студию аналитики. Вот, уважаемые коллеги, как вы думаете, был интересный матч? Начнем с этого. Да, меня очень удивил этот... Тавтаму игрит Тима, конечно, гений мысли. Это вообще он сегодня так и елки лет. Да, не будем говорить, что он сделал, но да. Да. Кубзин. Как по мне, матч был сегодня довольно интересный, несмотря на счет. Сегодня приятно удивил Тима. Он забил большинство голов за автомобилист в этом матче. Еще было... удивило решение... Стой, Смотри, а стрим идет? Ты уверен? А, да. Я просто зашел на Майнкрафт Хоккей Лиг нажимаю Главное, там ничего нет. Да все, зачем ты меня перебил? Стрима не было. Да, чуваки нет. Да, спасибо. Слава там вообще пусто. иди, Лен, встань. Вот, вернулись. встань. Пустой. Я извиняюсь за помехи в трансляции. К сожалению, нам пришлось прерваться из-за... Извиняюсь за помехи. Хакеры напали на канал. Извиняюсь. Немножечко, так сказать, ложная информация о том, что трансляция не шла и снова придаю слово аналитикам. Спасибо. да? Мы снова здесь. Кубзи, давай, скажи нам. Тебя приятно удивило Тиму. Почему же? Ну, в прошлом матче против Спартака он меня тоже удивил, потому что он забил все четыре шайбы за автомобилист. Но я тогда подумал, что, ну, допустим, повезло. Но в этом матче он доказал, что он сейчас один из самых лучших нападающих. Но я думаю, он будет претендовать на лучшего нападающего сезона. Еще у меня удивило, что Йокерит решился выпустить эти вершвана в поле. Ну и все. Ну, в общем, давайте подведем итоги матча и подведем итоги наших прогнозов. Мы дали ставку на победу Йокерита. Но, к сожалению, это не произошло. Я очень рада за Тиму. Это реально волна. Ну, это реально его пик. И мне кажется это прям мне нравится. Тима очень сильный игрок. И мне кажется, у него будет еще лучше триби. Не получил из защиты наверное опыт. Мне кажется, опыт не до Додиана Флокси не хватало. Прям видно было. Да, что не хватало Йокерита в атаке. Объясните шайбу в соло и просто ее протащить и забить. Но, я думаю, Флокси очень сильно не хватало сегодня Йокериту. И поэтому, мне кажется, то, что Флокси не пришел, это сыграло злую шутку. Ну, давайте же, мне кажется, все собрались ради гола Тимы, чтобы в записи повтора посмотреть на этот гол, это был просто гений мысли. Гения русской демократии. Мне кажется, ребят, мне кажется, что этот гол может стать голом сезона, если там условные другие нападающие и защитники, и в общем, все игроки не покажут чудо, которое будет красивее Тимы. Но, мне кажется, это будет слишком тяжело и практически невозможно, потому что отыграть через ворт, чтобы она перекинула ворота. Защитники и вратарь тупо не успели отреагировать и Тимы в обычный пустой угол забивает эту шайбу. 300 и кемов? Ну, мне кажется, тут тяжело не согласен. Но, Йокер сегодня переиграли. Переиграл. Тимов соло просто вынес Йокеря. Ну, будет для них уроком. Будут в следующий раз играть лучше. Следующий матч будет 18-м матчем в этом чемпионате. Это матч Соловат Юлаев и Спартак. Может быть, к счастью или к сожалению, три аналитика это три игрока Соловат Юлаева. Поэтому выиграть Соловат. Давайте, давайте сейчас на стриме скажем нашу тактику. Россия! Мы, короче, смотрите, у нас вратаря не будет, мы четыре в поле всего атаку. Еще мы, короче, под воротами соперников положим динамит и, короче, заревем их ворота и мы выиграем. Но потом нас посадят, но главное мы выиграли. Да. Слава России. Ну, давайте увидимся на следующем матче с вами. Который будет через 40 минут. Всех ждем. С вами была студия аналитики, оператор Сурик Даймонд. До следующего матча. Ура!